Всем привет, вы на канале SkyName и сегодня мы с вами продолжаем прохождение Kingdom Rush Origins. В этой серии мы попробуем с вами закончить кампанию с сумеречными эльфами, поиграем в уровень окрестностью Дюрет Хела и тем самым, получается, завершим кампанию. Не знаю, получится у нас пройтись с первого раза или нет, но мы приложим максимум усилий. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, хотя бы пройдем на две звезды. Конечно, желательно на три, но что-то я немножко сомневаюсь уже. Изначально я планировал пройти уровень Кровавый Рудник, но потом немножко планы поменялись. Мне, кстати, тут недавно начали писать про лор персонажей. Очень интересно, так что большое тебе спасибо. И мне вот написали, что следующий герой Лин как-то связано с эльфами. Поэтому я считаю, что было бы очень символично и круто пройти именно с ней последний уровень, связанный с этими самыми эльфами. В общем, поэтому мы и проходим окрестности Дюретхела. Кстати, мне еще писали, что наш дорогой Дюракс как-то завязан с Кровавыми Ограми. Сейчас, где они там у нас? С вот этими вот. Они у нас, получается, колдуны. Видимо, изначально вот этот кристалл, вот этот кристалл был синим. Из чего, в общем-то, и сделал наш Дюракс. Но потом пришли вот эти вот колдуны, наколдовали и сделали из них Красидиан. Видимо, из-за этого наш Дюракс так на них зол. В общем, тоже было бы прикольно, если бы мы с ним сыграли именно вот этот уровень. Но не получилось, потому что я не знал, что он как-то с ними связан. Ладно, сейчас это уже не важно. Давайте, что ли, познакомимся с нашим новым героем и, в принципе, можно отправляться в бой. Так, Лин, это у нас зачарованный меч. Ага, она, получается, ближник, да? Так, ну, параметры у нее, в принципе, довольно-таки хорошие. Даже я бы сказал, что они похожи на параметры Дюракса, при том, что он девятого уровня. И при этом у нее есть небольшая защита. Неплохо. Так, давайте посмотрим навыки. Ярость Чар наносит до двух ударов, нанося 120 очков чистого урона. Проклятая цель получает дополнительные повреждения. Ага. То есть у нее есть какой-то навык, который может проклинать наших врагов, да? Интересно. Прикольно, это получается, у нее навыки могут синергировать. Проклятие отчаяния. Проклинает врагов, снижая их урон и замедляя на 4 секунды. Вот оно, получается, наше проклятие. Слушайте, ну прикольно. Снижая урон. И при этом еще и замедляет. Вот это прям неплохо, я бы сказал, потому что там враги, блин. А, здесь у нас не такие уж сильные враги. Точнее, не такие быстрые враги. Это, наверное, здесь все-таки было бы неплохо. Хотя там вот эти собакины появились. Так что, может, и неплохо подойдет. Проклятие слабости. Снижает сопротивление магии и защиту целей на 4 секунды. А она, получается, прям максимально пытается их ослабить. И при этом из-за этого еще и у нее есть навык, который... ...в синергии наносит больше урона. Не, ну круто. Амулет промаха. 15-процентный шанс увернуться от следующей атаки. А, это, получается, у нее есть 15-процентный шанс увернуться от каждой атаки, да? Слушайте, а если прокачать? Уже 30 будет. Вот 30-ти, это, наверное, уже неплохо. У нее, я думаю, часто будет зарабатывать этот уговорот. Так, ну и, наконец, наше заклинание. Печать судьбы. Наносит 340 очков урона за 5 секунд. Погибнув, взрывается и наносит 200 очков урона по площади. Погибнув, это имеется в виду, когда наш герой погибает, да? Ну, окей. А что значит наносит 340 очков урона за 5 секунд? Печать судьбы. А, подождите, а может быть мы ее накладываем на какого-нибудь определенного врага? И он в течение 5 секунд будет получать вот этот урон. Потом, если погибнет, то взорвется и, видимо, своих союзников повредит. Видимо, как-то так связано. Ну ладно, давайте купим. Дополнительно все навыки также откроем. И можно будет прокачать... Давайте прокачаем амулет и заклинание. Я думаю, будет довольно-таки неплохо. Ну что, а теперь можно отправляться в бой. Мы близки к цели генерал. Нам удалось отогнать городским воротам основную массу врагов. Бадж минным... Подождите. Бадж немену придется открыто сразиться с нами. Это наш шанс положить конец его замыслам. Ага, это, видимо, босс так называется, да? Я думал, босс дюрет хелл. А! А дюрет хелл, возможно, это так называются окрестности. Может, лес так называется, я не знаю. Понятно. В общем, идем на ветеране. Давайте в бой. Так, по-моему, здесь картинка поменялась, да? Так, ага. Нам нужно защищать сразу две стороны. Это, конечно, плоховато. Так, тут какие-то строения, как будто мы против чужих сражаемся. Так, а тут очень много вот этих вот костерков. С ними можно взаимодействовать, интересно. Ну, я думаю, первым делом сюда стоит Стрейроса разместить. И здесь тоже он неплохо будет смотреться. Так, ну, я думаю, казарму. Куда-нибудь вот сюда. Здесь тоже будет казарма. Как он дотягивается? Ну, если прокачать, то дотянется. Так, здесь обязательно магов. А здесь пусть будут лучники. Кстати, мы можем, в принципе, и сюда казарму. Блин, а он не так уж далеко и... А если вот так? А, в принципе, можно и так. Ладно, давайте чуть-чуть прокачаем наших друидов. И можно приступать. Кто там у нас идет? Истребители, каратели, истязатели, каратели и мстители. Один мститель пойдет. Вот здесь вот прокачаем, здесь у нас герой будет. Ну что, давайте, приступаем. Так. Интересно, мы можем попасть сразу по двоим? Давайте попробуем. Нет, все-таки по одному. Так, чуть-чуть не хватило, блин. 30 хп всего лишь. Так. Слуги. Блин, не хотелось бы тратить молнию. Но, видимо, сейчас придется. А то мы можем пропустить их. Так, прокачиваем друидам. Чуть-чуть казарму тоже прокачаем. Так, я бы заклинание вот сюда пустил. Пусть коцает его. Так. Так, она там что-то колдует прям. Так же, а нет, у нее не коцает. Ух ты, что это такое? Что-то в этот раз оранжевая. Так, теперь снизу пошли. Так, слуги. Мстители. И все подряд. И все подряд. Каратель, кстати, пойдет. Подожди, а каратель это кто? Это вот этот большой? Нет, это мститель. Подожди, а каратель был? Что-то я не помню. Так, нам нужна молния. Я вот не помню, каратель у нас был, нет? Такое ощущение, будто кто-то новенький. Так, давайте мы прокачаем вот эту казарму, чтобы у них появился дальний бой. Кстати, можно и сразу вот эту. Почему бы и нет? А, каратель это вот это вот, е-мое. Блин, забыл уже. Почему-то мне вот кажется, будто это какая-то женская осыпь. Но это получается мужик, да? Каратель. Блин. Так, визгун какой-то. Подожди, а это летающий. Блин, нам молния нужна. Молния. Давай быстрей. Успеет перезарядиться? Успела. Да главное, чтобы добила. Блин, чуть-чуть не хватило. Блин, мы пропускаем визгунов. Так, один прошел. Проблемно. Так, чародеи пошли, жрицы, точнее. Так, кто там следующий? Слуги, мстители, жрицы. Ага, ну как обычно. Так, куда не попадем? Или давайте лучше вот сюда куда-нибудь. Не-не-не, давай все-таки здесь. Потому что здесь могут взорваться. И дополнительно нести какой-то урон. Прокачаем страйроса. Так, голем. Это плохо. Визгун всякий. Давайте что ли сразу сюда кинем молнию. Убьем вот этих вот врагов. Плюс молния у нас пойдет на перезарядку. И можно, кстати, сразу следующую волну позвать. Так, нам бумага прокачать. Я хочу, чтобы у него появились вот эти вот его помощники. Чтоб он мог врагов в купол окутывать. Так, блин, голем. А давайте маленького. Блин, он свернул вниз. Я думал, сейчас он взорвется. Заденет всех вокруг. А он вниз убежал. Да, блин. Так. Блин, придется тратить молнию. Потому что мы не справимся без нее. А вот что делать с големом? Я вообще без понятия. Ситуация, конечно, не очень. Ситуация вообще к говну. Блин, мы опять пропускаем. Собаки. Изоголема мы, короче, опять всех пропускаем. И ничего не можем с этим поделать. Блин, блин, блин. Вообще, есть смысл их сейчас пытаться контрить? Мы потратим все свои силы. И в итоге не сможем отбиться от следующих волн. Придется их пропускать. Все равно у нас не будет трех звезд. Молнию шулькинуть. Давайте подходить чуть поближе. И мы сюда кинем молнию. Сука, не хп. А, блин, много. Мы не сможем взорвать ее. Так, наездник. Опа, это новенький. Наездников у нас не было. Так, кто такой? Ух ты, я не фигасе на каком-то жуке. Мститель наездник. Наездники на жуках быстро и неотвратимо настигают свою жертву. Высокая скорость, высокое сопротивление магии может спешиваться. Ага, видимо, после жуков там еще пойдут просто мстители, да? Блин, а он быстрый, еще и хп у него дохренища. Кстати, конья костры, мы ничего не можем с ними делать. Блин, у нас проблемы. Давай шульмоники. У нас вариантов немного. Так, голем снова пойдет. Аж два голема. Сейчас будет сложно. Нам нужно пережить эту волну. И надеюсь, дальше будет проще. Было бы просто идеально, если бы туда попал наш алый приговор. И просто с одного удара их разнес бы. Так, а у них хп сколько у нас? Не, у них останется 30 хп. Это я помню. Так, здесь шельхилку купить. Он тоже наверх идет, я думал вниз пойдет. Окей. Так, кто там дальше? Еретики теперь идут. Давай сюда. Да. Да блин, сдохните вы уже сколько можно. Сюда молния. Прям великолепная молния. Да добейте. Сколько можно возиться с этим големом. Кстати, у нас куча очков прокачки. Так, давайте вот этих докачаем. Чуть-чуть здесь. Хил, урон. Здесь корни. И все. Так, еретики, жрицы. Наездники пойдут. Кучу визгунов. Так, подождите, что у нас проблемы что ли? Блин, придется тратить молнию. У нас вариантов немного. Блин, у нас прям проблемы. Прям огромные проблемы. Добивай давай. Так, визгуны, слуги. Блин, опять голем. Давай быстрей. А, блин, визгун. Так. Фух. Да, блин. Молния. Нет, не успеваю. Блин, а там хватит хп? Жесть, 2 хп осталось. Что делать? Блин, а у нас еще впереди две волны. Так, наездники. Кучу големов, короче, будет. Блин. Ай. Стоять. Я уже думал, что придется на визгуна молнию тратить. Так, давай мы купим орех. Второго часового. Так, скорее всего, босс пойдет отсюда. Нам бы неплохо, конечно, здесь какие-нибудь дополнительные башни иметь. Блин. По-моему, мы просрали. Блин, мы просрали. Молния у нас не успеет перезарядиться. Это последняя волна. Мы не сможем никак это ускорить. И мы все просрали, получается. Блин. Блин. Да. Приехали. Даже если казармы разрушены, оставшиеся бойцы продолжат сражаться. Ага. Это, конечно, все здорово, но... Блин, это не поможет нам выиграть. Блин, на последней волне проиграли. Так, но с другой стороны... У нас осталось 4 героя. И как раз таки 4 уровня. Только я не понимаю теперь, как это проходить. Что можно здесь придумать. Нам големы мешают. Вот что я понял. Может быть, попробовать... Несколько... Этих построить, как они там называются. Золотые луки. Может, надеяться, что они будут нам убивать вот этих вот всех жирных врагов. И тогда у нас появятся какие-то шансы. Если вот этих жирных не убивать, у нас просто колоссальные проблемы. Кстати, и вся вот эта вот масса в основном идет с центра. А у нас, по сути, получается вот здесь оборона. А вот здесь пустота. Здесь мы ничего не делаем. Просто ждем, пока враги придут сесть в это место. И здесь начинается полная жопа. В общем, надо посмотреть, что можно с этим придумать. Ну, я думаю, попробовать парочку. Даже, может, три. Вот такие вот башни разместить. И надеяться, что они будут часто убивать вот этих големов. И вот этих жуков. Наездников. Брюс. Нифига тут у него урон. Жесть. А, кстати, у Брюса тоже неплохой. Лев-оборотень. Жесть, как там интересно все. Следующие герои, по-моему, будут прям мощными. И в конце какой-то дракон. Ух, жесть. Ё-моё. Не, ну, может, мы исправимся в следующие разы. Лилин, кстати, тоже неплохая. У него какие-то там заклинания. К сожалению, печать нам не всегда помогала. Ну, по крайней мере, вот эта способность, когда враг погибает, у нас в основном не срабатывало. Потому что враги все жирные. Ну, в целом, неплохо. Но, надеюсь, с этим будет попроще. Потому что у него прям урон неплохой. Не знаю, какие там у него навыки. Узнаем уже в следующей серии. Ну, а пока. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, ролик понравился. Хоть мы и не прошли уровень. Блин, надеюсь, в следующих сериях у нас получится все эти четыре уровня пройти с первого раза. Не хотелось бы мне все это затягивать. Пора бы уже к следующей части переходить. А мы все сидим. Не можем допройти дополнительные уровни. Три уровня с боссами. Я думаю, у нас там будут проблемы. Ладно, это уже оставим на следующей серии. А пока обязательно ставьте ролику лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход следующих серий. А с вами был SkyNine. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok